В первом квартале 2018 года газовые и угольные секторы развивались медленно, а обрабатывающая промышленность показала вообще нулевые темпы роста. Такие цифры правительство не устроили и было решено пересмотреть неутешительную статистику. Когда сменили методику расчета, что сделали уже второй раз за полтора года, индекс обрабатывающего производства вдруг вырос аж на 10% за последние два года по сравнению с прежними замерами. Ход гениальный. Он удивил даже специалистов института Гайдара Ирон Хиггс, ведь это ведет к потере доверия к таким показателям. И отсутствие понимания, как обстоят дела в реальности, считает экс-зампред счетной палаты Юрий Болдырев. Он поделился своим мнением с накануне ТВ. Всегда можно найти такую методику оценки, чтобы именно этот жених или эта невеста были самые лучшие. Я все время был заместил в председательной счетной палаты. У нас баечное требование было к любым материалам. Обязательно, точное изложение, о какой методикой пользовались для расчетов. И в принципе, если говорить о том, чтобы как и нормально управлять государством, должен баечный принцип. Методика должна быть неизменна на протяжении длительного периода времени. Вот я думаю сейчас методиками расчета инфляции, расчета есть или нет у нас промышленное развитие, и, к сожалению, открыты двери и возможности для безнаказанной фальсификации данных. Чудеса статистики превосходят все ожидания. Так, в прошлом году рост производства отмечен в 74 регионах, в январе-майе этого года – в 62. Жилищное строительство вышло в положительную зону, отмечает в своих данных институт Гайдара Иранхикс, а главное – доля предприятий, нормально оценивающих свое финансово-экономическое положение, поднялась с начала года с 83 до 90%. При этом нам еще прогнозируют и укрепление рубля, если не будет значительного падения цен на нефть или усугубления конфликтов с западными партнерами. Ну просто праздник какой-то. К сожалению, институт Гайдара здесь только запевал в масштабном процессе всеобъемлющие фальсификации. Это касается не деятельности якобы формально частного института Гайдара, это касается всей деятельности президента, правительства, счетной палаты, парламента и коммерции. Каждый год, каждый бюджет становится ребусом. Отчеты в исполнении бюджета не соответствуют структуре самого бюджета и так далее. Это на протяжении четверти века неизменно. Что же касается такого актуального вопроса, как на реформах. Они же бессовестно фальсифицируют данные о росте продолжительности жизни. Они учитывают ключевые данные о продолжительности здоровой активной жизни. Примительность к пенсионному обеспечению нужна не формальная продолжительность, насколько человек еще сделает вдоху по выдоху, а в течение какого периода он трудоспособен. Лучший способ обеспечить себе безнаказанную возможность фальсифицировать данные, это постоянно, причем без какого-то публичного обоснования, менять методики расчета. Мое оценочное осуждение в данном случае не очень важно. Важнее другое. Факт фальсификации. Если бы был рост, никто бы ничего не фальсифицировал. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».